Витас, я хочу представить тебя нашему зрителю и еще, к сожалению, выразить, что мы будем говорить на русском, на языке, которым тебе абсолютно безразлично. Приходится вот так иногда. Ты являешься членом семьи, сыном первого президента Литвы, Витас Ландбергиса. Довольно активная семья у тебя политически. И почему я решил вот с тобой поговорить о Грузии и о Литве тоже? Наше телевидение политики не касается, но мы тоже будем говорить о культуре, а вот в будущем Грузии. Я знаю еще, что твои взгляды о Грузии, это изнутри ты видишь Грузию, потому что ты учился в Грузии 4 года. И после этих 4 лет еще ты общался с нами, приезжал много раз. Так что реально у тебя есть пальцы на сердцебиение Грузии. Я хочу, чтобы ты нам рассказал, я говорил с тобой о некоторых вещах и я думаю, что это будет очень интересно для грузийского зрителя. Давай поговорим и послушаем тебя, что ты думаешь сейчас о ситуации Грузии и немножко о Литве тоже поговорим. Ну, о Грузии говорить особенно критически мне было даже неловко, ибо я гость, я приезжаю и я радуюсь тому, что здесь творится. У тебя болит сердце о некоторых вещах там. И ты радуешься, чему радуешься, о чем болит сердце. Об этом будем говорить. Во-первых, что все идет в лучшую сторону. Например, я в мелочах вижу очень большие перемены. Три года, четыре года назад, когда мои студенты здесь учились у Гелы Кандилаки, это театр Рук Теней, и мы разъезжали по Грузии. И все время я смотрел, что у дорогах валяется очень много мусора. И в этот раз, когда я приехал, я увидел, что его нет. Я вспомнил, что в Литве тоже перемены начинались с таких маленьких вещей, когда люди перестали окурки через окно бросать, ибо это может штраф получить большой. Тем более, если мусор выкинешь, другие тебя остановят и говорят, давай-давай, собирай, не оставляй. С таких маленьких вещей начинается большая внутренняя перемена. Так что я вижу, что все-все хорошо. Все-таки, слава богу, война как-никак кончилась. Очень это, по-моему, было большим испытанием и остановило. Если смотреть с перспективы Литвы, то мы не потеряли время. Знаешь, сейчас немножко говорят, а вы там отстаете или что. Это некрасиво было. Вы очень многое сделали в другом плане. Вы отстояли сколько могли против этого имперского зла, который грозит и нам также. Мы смотрели на Грузию, сейчас смотрим на Украину и знаем, что мы тоже стоим в очереди, и мы должны учиться этим урокам, что вы нам преподаете, как вы справились, как сейчас Украина справляется. И то, что нам учить сейчас, ну, как вы должны поступать. Только может некоторые вещи, что я могу в сравнении сказать, что я предчувствую, что я думаю, что если в Литве это случилось, то и бог даст, и у вас случится. Так что в Литве мы все знаем более-менее Евангелие, и там пишется, что нужно 40 лет, чтобы Мозес столько лет водил свое племя по пустыне, чтобы рабы умерли. Это время такое довольно символическое. Это три поколения поменялись, чтобы забыть этот советский образ мышления, образ жизни, как лгать, как комбинировать, как крутиться с комбинациями. И мое поколение, советское поколение, нам было очень трудно строить Литву, и нам надо было научиться новым нравам, как поступать, чтобы и в политику эта вся коррупция пошла, и так далее, и так далее. И сейчас я уже замечаю, что 30 лет Литва свободная, и вдруг приходит поколение, я уже по запаху вижу, что это уже не рабы, это уже поколение Литвы нормальное. И тогда появляется одна проблема. Тоже, если говорить по Евангелии, то там есть очень красиво сказано, что нельзя новое вино в старые мешки для вина заливать. Так что мы с тобой, к сожалению, я так думаю, мы старые мешки, и у нас есть наше вино. И мы можем это вино заливать молодым? Я думаю, нет. Я думаю, что мы должны дать этим молодым, которые приходят, настолько свободу и пожелания. Давай, не будьте на нас похожи, да? Учитесь у природы, у Европы, у кого угодно, у своего духа, у Бога, просите, чтобы вы не были такими рабами, какими мы росли. Вот поэтому я как бы смотрю на детей, какие дети приходят сейчас в Грузии. Я иду по улице и смотрю, свободные или хитрые, знаешь, или такие, ну, испуганные, или не знающие. Я вижу, что все идет в лучшую сторону, так как и в Литве, так и у вас. Просто надо это время переждать. И как в природе есть такие божественные, думаю, моменты, что, ну, река становится опять чистой. Это, что было, болото, оно смывается, смывается. Свобода, вот это и есть река. Мы жили в болоте, в советском болоте. А сейчас, ну, то, что есть, болото должно вымыться. И мы даже на это должны смотреть как-то нормально. Знаешь, что и коррупция, и ложь, и ненависть, и какие-то скандальчики политические. Это же болото. Столько лет мы загнили. Дай бог, чтобы сейчас это не вернулось обратно, и чтобы понемножку, понемножку мы от этого болота уходили. Так я вижу, что мы совместно идем к этому. Ну, Грузия немножко запаздывает, потому что Грузия потеряла около 10 лет. 10 лет мы потеряли, да. Ну, права, но в те большие и плохие годы, которые и просто затерялись там, и 10 лет пришлось оттуда выйти. Вот это время мы отстали от вас. И я помню те рассказы, когда ты к нам приезжал, что ты был очень разочарован 10 лет тому назад, когда из Литвы все уходили. Вот у вас открылись ворота, и все хлинули там в Англию. И ты мне говоришь, что вот лишь там дедушки и бабушки, и проститутки остались в Литве, да. И я помню твое разочарование в то время. А ты вот сейчас уже другого мнения, то, что сейчас у вас происходит. И сейчас тоже у нас вот этот вперед. У нас открыли в этой европейской медицине. Да, сейчас все уедут. И все хотят уехать. И как будто там золото раздают. Там раздают другого. Поэтому и проходили об этом, но я хочу, чтобы ты нам рассказал. Когда все уезжали, да, у меня сердце болело, ибо я вижу, что в Литве даже элементарного работника, чтобы тебе починил что-то электро дома, и ты не можешь найти, ибо остались, ну, пьяницы или люди, которые не умеют это делать. Или на такую цену там работают, что бог знает. Но сейчас прошло это 10 лет, и становится очень интересным. По-моему, это тоже нужны какие-то циклы. Они уехали за границу. Они 10 лет там корни пустили. Они свои бизнесы займели. Вдруг у него все есть. Машина есть, дом есть, хорошая работа есть, пенсия будет хорошая. И вдруг у него начинает что-то недоставать радости. И вдруг он, приезжая летом в Литву, замечает, что, эй, в моей деревне, где я родился, там школа развалена полностью. Давай я соберу немножко денег, своих приложу, и мы эту школу восстановим. Потом он видит, педагоги туда не ходят, ибо у них нету зарплаты нормальной. Давай мы здесь где-нибудь в Нью-Британе соберем, чтобы на год хороший педагог приезжал в эту деревню, и чтобы он поучил ребят. Вот появилось, когда у меня уже есть, и есть немножко излишнее, да, тогда я начинаю думать, куда это делать. Еще пятую машину покупать, ну, человек... Или на родине, что-то делать. Да, или... И вот сейчас мы чувствуем, что эти маленькие городки восстанавливаются из-за ностальгии тех, которые уехали. Еще один феномен, что, как и в Грузии, или в Сокартвелло, сейчас мы называем в Литве уже Сокартвелло, и в Литве есть одна схожесть. Когда мы стали независимыми, первые бизнесмены вышли люди не с очень хорошей репутацией. Ну, те, которые умели все это воровать, и казалось бы, что вот эта генетика будет руководить такого образа мышления. Люди, будут их дети и так далее, будут так же поступать. Но случилась странная вещь. Эти отправили, бывшие мафиозы, потом бизнесмены, отправили своих детей в Оксфорды учиться, и во Престиж, и эти уже вернулись. И вернулись, к сожалению, не совсем такими. Как отцы. Да, как отцы. Да, их переделали. И они создают фонды из отцовских сбережений. Они делают какие-то акции, чтобы учить людей, чтобы помогать. И они увидели, как в Британии, как в Америке, но общество берет на себя ответственность. И вдруг я вижу, как, не знаю, это можно назвать генетикой, которая возвращается, которую мы забыли. Я вспомнил сейчас, ну, такой вроде шутку, один японец, эколог, знаменитый, который делал с мухами эксперимент. Да, ты мне это рассказывал три года тому назад. Да, и как муха, которая в радиацию положена, там размножается и все время мутирует. Пока у нее там три головы, восемь крыльев и так далее, так далее. И в один день пробивается нормальный ген и восстанавливается. Вот я в Литве уже замечаю. Десять лет назад я видел эту муху с тремя головами и думал, ужас, все, ну, в Литве, моей родине, беда. Нету нормальных людей, нету с кем видеть перспективу, стратегию создавать. А сейчас вижу, возвращаются и у них глаза ясные. Они знают, что делать и этот ген, ну, опять нормально. Как бы мы прошли круг МОЗе. И так, думаю, что вам тоже некуда делать. Ну, это образование, это самое главное. Да, и тогда, я думаю, что слава Богу, что они уехали за границу. Сейчас, я думаю, наоборот, они научились, как надо жить по-человечески, как надо общаться. Мы же, советские, мы не имели отношений нормальных, как помогать друг другу. В человеческом плане имели, но в бизнесе это было же, как перехитрить, как его, ну, столкнуть, как сделать, какой фонд нашел европейский, как так скомбинировать, чтобы не надо было строить, а деньги были бы. Это все мы проходили. Все наши миллионеры на европейских деньгах, так, более-менее нелегально взятых, сделали себе бизнес. И сейчас вдруг поняли, что это никуда не ведет. Это надо пережить, просто как ребенок должен быть хулиганом, должен там конфеты в магазине своровать. Но если образования не будет, это поколение в этой пустыне может много-много ходить. и это ко всему добавляется, то, что еще вот эти 40 лет сейчас немножко продлился, потому что тогда жизненный цикл был маленьким. и люди выходили в 16 лет замуж и новое поколение. У нас сейчас 25-30. Реально, вот этот 40 лет стало сейчас 60, может быть, может быть, Так что 40 лет пока на три поколения нам уже не хватает современных людей. Я чувствую, что у нас еще из-за вот того, что немножко образования не хватает, сейчас молодежь еще, может быть, знаешь, они иногда, я вижу, что они похожи на тех, которые... Почему мы так любим Сокартвела? Почему мы приезжаем? У нас в советское время и после советское время очень разрушились отношения между людьми, такого братского, как я с тобой, как я со своими друзьями здесь, в Сокартвела, чувствую, такого улетел, мало было, да? Все стали немножко такие эгоисты, выгодно мне с тобой или невыгодно? А если невыгодно, так ты мне неинтересный, а если выгодно, давай немножко я покетерю тебе что-то, половину правду скажу, и как-нибудь с тобой бизнес сделаю. Вот это время проходит, слава Богу. А у вас, по-моему, не знаю, не могу обобщенно сказать, но у вас остались нормальные человеческие отношения. Пока еще остались. Да. Так что это мой, мой как бы совет, когда Евросоюз откроется полностью к вам, вы не теряйте, а то имитируя других, ты теряешь, себя как центрального игрового, выезд центральный игровой, и вы в Грузии должны создавать, ну, какие будут правила, по которым мы будем играть. Я когда разъезжал и смотрел, я вижу, что туризм есть и хорошая, и плохая сторона, знаешь, этого дела. Одна, что ты становишься очень дружелюбным ко всем нациям, и к которым, с другой стороны, появляется немножко, что ты начинаешь их играть, более быть им, то есть, но на его манере вот этого, я думаю, что надо, мы тоже это проходили, старались играть французов, англичан, и так далее. Немножко с мобизмом называется, да. Это тоже, чтобы этого не иметь, тоже образование нужно, да. Образование идет совсем параллельно и с моралью, и с патриотизмом. Образование есть то, что должно существовать со всякими стечениями вместе. Без него никакого стечения ничего. Еще один пример скажу по этому поводу. Когда наши уезжали на эмиграцию, ну, например, в Голландии, там рожались дети. Они настолько стыдились, может, не все, но были такие в аренде, что они давали голландские имена. Чем быстрее в голландскую школу изучи язык и чтобы все думали, что ты голланд. И вдруг заметили, что учителя говорят, ну, мы каждый уникальный, да, и у кого есть дедушка с какой-то уникальной историей, с уникальным языком, с уникальными песнями, давай расскажите, вот про это мы хотим очень... И они вдруг увидели, что это его плюс, не минус, как они приезжают, думали. Это можно гордиться. Да, это можно гордиться. Помню даже, вот ты мне рассказывал, что реально поколение твоего отца не поняли, твоего отца, да, его не избрали на второй срок. Реально, вот этот патриотизм, антирасизм, вот этот, да, они не поняли, потому что у вас еще присутствовало в то время российские... и вот ты мне вот вчера говорил, что именно молодежь сейчас уже понимает твоего отца. Да, да. Это, я думаю, тоже натурально, как в семье. Я думаю, что реально свободным и то время можно было родиться. твой отец думал, что он не был рабом и поэтому... У моего отца есть одна характер такой довольно крепкий и он не хочет никому подражать, то есть, ну, чтобы его любили. У него нету такой жажды, чтобы все ему аплодировали, он говорит правду, он говорит, и он... рейтинги у него очень минусовые, то есть пресса из него создала такого диктатора, зверя, который там чуть ли не знаю что, и вдруг пришла молодежь, вот через 30 лет студенты, которые понимают его парадоксальное мышление, его юмор, и которым стало неинтересно, что пресса какие клише нам внушил, она смотрит на человека и на его работу. Вдруг поняли, эй, этот человек, это же легенда, он разрушил Советский Союз. И в то время тоже говорил правду. Тоже говорил правду. За 30 лет не изменил, не брал никаких взяток, живет в простой квартире, нету никаких замков у него и никаких сбережений до границы. И вдруг поняли, что вот этот был, а все, которые на него клеветали, так они как бы скрывали свое, некрасивое, на другого показываешь, знаешь, это старый трюк в цирке. Эй, смотрите, а в то время ты там творишь. И все ага, на этого смотрят и его ругают. так что, вот я не знаю, как это сравнить с ситуацией в Грузии, но что я замечаю в Литве и чего я желал бы в Грузии. В Литве сейчас стало немножко так безразлично, кто стоит у власти. Люди стали самостоятельными. Знаешь, как ребенок он ждет Деда Мороза, придет и даст. Того выбор и не дал. А сейчас буду этого выбирать. Другой Дед Мороз придет и даст. Другой Дед Мороз будет лучше. Так это детское мышление. А сейчас нам безразлично, этот Дед Мороз или этот Дед Мороз. Знаешь, как Грузии Дед Мороза любят. Они от всех ждут, чтобы они будут Дед Морозом. освободиться, да. Власть есть или нет, меня не интересует. У меня есть своя писательская работа, у меня есть детский лагерь. Власть не придет в твой дом и там не уберет ничего никогда. Вот это мы очень пока еще до этого не доросли. Ну, это натурально дойдет. И, по-моему, что еще мешает и что в Литве тоже было. Знаешь, у нас были, как мой отец был такой радикальный, ну, прогосударственный человек. Европа, НАТО и так далее, и так далее, и видит Россию, что она вытворяет и прямо говорит, что Россия это терроризмом, занимается сейчас. И многие, которые такие, надо дружить, как мы так можем, так как они его не любили. Они были за Бразаловскоса, за нашего президента, который после него пришел, бывший коммунист, тоже человек хороший на самом деле, но такой женская натура, он такой, ну, всем хорошим хотел быть и все его любили. Таких вообще любят в мире, которые не имеют позиции своей. который обращал Литвы за либо он не высказался про Бразаловскоса, как про какого-то очень плохого коммуниста, который там Литвы. Нет, Бразаловскос, во его время, Литва вступила в НАТО. Он не сделал таких, ну, очень тяжелых, нехороших. то есть, есть какое-то согласие на самых главных темах. И вот я, когда приезжал к вам в этот раз и говорил, то настолько радикально люди одни за того, это за другого. И как надо дорасти до такого, что ты даже во своем враге видел какие-то, ну, хорошие вещи, что он сделал. Во своей первой каденции Саакашвили делал хорошие работы. Потом там может у него что-то в голове скрутилось, ошибки пошли. Довольно такой тяжелые ошибки. И так можно о каждом президенте увидеть. У нас тоже, когда первая каденция президента, он старается, он, люди его любят, а на второй каденции он уже, мускул у него есть, и он начинает свои игры какие-то играть. И не всегда это удается. Так что как... Да у нас сейчас радикализация политическая есть, и должно появиться еще какая-то третья сила, что вор, антирадикализмом, как-то, чем показал себя, что вот я по-другому думаю, я не буду все это радикализировать. Ну, и как-то мы должны прийти, когда-то. Нас слишком мало, и вас соколкотвело поднашли то, что, чтоб мы друг на друга смотрели, как на врагов. У нас есть такие враги рядом, снаружи, что они только радуются. Давай, 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 выссорьтесь, между собой мы там одному подбросим, другому. Они же играют эту игру. И это выйти из этой игры, это очень трудно. Но для этого не знаю, где ваши художники, где ваши философы, где ваши, но эти мудрецы, жрецы, которые... вот почему вот телевидение вот мне пришло в голову создать вырос? Из-за этого их блокируют, их блокируют везде. Сейчас одни и те же лица, эти молодые 19-летние девушки сидят по всех эфирах и ни о чем не говорят. Сегодня в Грузии невозможно услышать человека, который бы свою жизнь полностью отдал обдумывая Грузию. Вот таких очень мало услышишь. Сразу скажу, моего отца 20 лет не пропускали в эфир, но нашелся фейсбук. И мой отец начал каждый день писать фейсбук. Его сейчас не знаю, 300 или тысяч или больше есть этих, которые... Он каждый день ибо стихотворение, ибо комментарии, ибо иронически что-то... Стараются его читать. У него есть свое телевидение, своя аудитория. В нынешнее время то, что его в государственное телевидение не зовут, и тогда они увидели, ой, смотри, у него 300 тысяч, надо его с этими в наше телевидение. Понимаешь, он по другим воротам зашел в то же самое телевидение, и сейчас его все приглашают, ибо у него есть аудитория. Вот мы об этом и думаем сейчас, что вот наше телевидение, вот это интернет-телевидение превратит вот в свободную, открытую как-то пространство, где люди будут говорить о Грузии, о Сокартвелло, может быть, как они думают, о чем они мечтали и что получили. Кстати, я хочу вспомнить, мы 9 апреля стояли вместе, да, помнишь, это было 30 лет тому назад, ты понимаешь, сколько лет прошло. Я вот ту ночь в своей жизни никогда не забуду, и, наверное, ты тоже там не забудешь. Иногда я вот думаю, что жалко в себя становится, что я не знаю, как ты думаешь, но иногда хочется забить вот этот день, потому что вот эти 30 лет проходят против всего у нас, против этого дня. После этого мы живем анти 9 апреля. После всех революций приходит антиреволюция, это тоже закон природы, и через 40 лет возвращается. Нам скажут спасибо, да, 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 это не забывайте. До сих пор я вижу ложь насчет, и никогда не участвую, не выхожу там 9 апреля, это изнутри для меня на то, я скажу, что фальсификацию невозможно терпеть просто, а вижу иногда фальсификацию. Есть, везде фальсификации, надо их тоже научиться принять, ибо есть такая манера сейчас в мире немножко лгать, немножко сделать из этого искусство фальш или иметь какую-то выгоду. Просто надо верить себе, не верить Европе, не верить НАТО, не отказаться от своего центра. Я центровой игрок. Сейчас в Грузии как-то все подражают. Вот сейчас вперед такой, что от своих традиций как-то молодежь немножко отходит, думая, что это плебейский быть грузином, быть наши традиции, что это плебейство, хотя что-то снаружи что-то забрать. Это тоже должно пройти. И эта традиция возобновится совсем в ином плане. Я тоже в Литве замечаю, я люблю этнографическую музыку. Я сам 10 лет пел народные песни в ансамбле танцевал. И сейчас если я это бы исполнял в такой форме, как наши деды и прадеды, так это не совсем молодежь поняла. Особенно если я в костюме еще приехал, но когда я приезжаю в школу, ребятам я привожу гитару, и эти же песни исполняю, и вдруг они это наши песни, какие хорошие, давай где ты их нашел, вот есть полно народных песен, и они понимаешь, им надо на их языке, на языке нового винного мешка говорить, мы должны смотреть на детей как на учителей, они знают лучше, и мы должны на их языке немножко разговаривать, я как писатель должен все время наблюдать, о чем они говорят, какую литву они будут создавать, и я не должен свою литву, эту старую, довоенную, я смотрю на них, и в их стиле подаваю немножко капельки этой древней литвы, или в рок-н-ролле, или в рэп-форме, то есть ты можешь литовские заинтересуются этим источником, понимаешь, ибо они поняли, ибо им не внушили, а говорили на их языке, вот это очень важно, это и есть по-моему главная работа просвещения, не давать старое, а играть на их уровне, они очень сознательные сейчас молодые люди. Еще может быть когда нам помогут, я все время помню, что когда мне было двадцать, я слушал грузинские народные песни, не понимал, а вот прошли годы, я уже рок не могу слушать и с удовольствием слушаю народные песни, ну человек идет по кругу, с годами возвращается к отцам, к дедам, своим корням, при разговоре с тобой у меня всегда надежда заходит внутри, на это нельзя терять, я иногда надежду теряю, нет, нет, это все общение с тобой для меня как будто сожгли там где-то далеко костел, который нам дорогу будет светить там но я вижу у вас очень много хорошего что нам надо учиться так что вы не думайте что мы уже что-то прошли по человеческому отношению в Грузии много чего учиться и главное чтобы мы это не потеряли вот из-за снобизма мы не потеряли вот то что у нас есть там у нас приехать городские дома смотреть никто никогда не придет лучше поехать в Браву или где-то в Париже там гораздо лучше дома который там построен у нас придут за вот этими человеческими душами а если мы душу потеряем у нас в Грузии никакого туриста не будет и ничего не будет вы умеете любить это европа сейчас должна туда сюда ехать и учиться это к сожалению становится большой проблемой люди очень одиноки в литве очень большое самоубийство есть и почему потому что мы не общаемся мы закрылись в своих комнатах со своими фейсбуками а тут я приезжаю каждый день с друзьями хожу общайся с мамой и папой это самое лучшее в своем самое главное отношение это не теряй и внутри семьи и за семьей тоже ты вот большая семья и ты вот стараешься как-то всех и держишь ты вот сейчас приехал с твоими очаровательными внучками как им как Грузия понравилось очень очень я говорю ты заставляешь своих сыновей и дочерей и внуков любить Грузию так же как ты это для меня вторая родина Грузия для меня очень большое открытие есть такой мир который меня принял и я до сих пор в долгу как бы у него что ну есть такие близкие близкие люди иногда я думаю что мы какие-то в каком-то космическом пространстве были братьями и сестерами откуда эти две народа Грузия и Литва с таком отношении и так друг друг я помню когда вы приехали в Грузию учиться после 6 месяцев вы стали грузином пили красное вино переходили на красный там это анархия тоже нужна человеку да все время вот направление направление это иногда человек убивает убивает как личность там и вот в Узии есть вот эти плюсы это не надо превратить конечно в хаос но это есть плюсы свободно жить импровизация появляется в этом что ты можешь что-то новое сотворить ибо когда ты идешь по правилам только точно это гестапо становится фашизмом других и ты должен по правилам у вас например чудаки меня все время интересует в Литве люди стараются очень быть так как все знаешь но не высовываться одеваться в такой же модной форме и вдруг ходишь как клонированный ну ни одного чудака который шел и пел песню по улице так нельзя так некрасиво я в Грузии радуюсь когда я вижу что тут такие много чудаков очень много и ваши наверное потому театр и кино весь мир держится на чудаках ибо они чудо творят это даже этимологически что люди на литовском тоже кейстолис это странный человек а кейсти это меняет эти странные люди меняют мир меняют мир да надо ценить как бы будьте этими странными людьми отвлекаться от них и не будьте евро стандартами не надо этому подражать из Европы можно чего чтобы перенять это работоспособность это считать научиться у них совестные отношения так 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 толерантности научиться чего там у нас кстати хватает даже может быть побольше у нас иногда я тоже смотрю что надо грань вот никак грузии злобу на русских не держат просто мы вот разделили вот так русские как люди они нам не враги есть русская политика которая нам враги и иногда очень гуманный кстати подход нормальный я думаю что вот это у нас право вот путин это одно дело политиками в россии это другие они как-то умудрились в ух очень близких людей поссорить эти люди к нам приезжают и пусть они будут понимать что мы не с ними в ссоре так что вот вот это плюс грузии нам же много много работает спасибо Витас огромное спасибо тебе за эту любовь спасибо тебе мы тоже как-то пройдем этот путь и придем к тому что сейчас Литва тогда Литва будет еще дальше и всегда будем подражать нет соревнований по-моему тут есть два брата что мы просто хорошо пожили когда-то прошла новая жизнь о чем мечтали 9 апреля у нас была мечта Рим помнишь да это было 9 апреля 89 года я до сих пор вот эта мечта остается остается и думаю когда это сбудется спасибо спасибо огромное тебе пожалуйста